В день празднования 90-летнего юбилея района Славянск на Кубани превратился в одну большую концертную площадку. Весь день 4 октября славянцы пели и плясали. Днем своими выступлениями радовали лучшие артисты района, а вечером поздравить жителей с праздником приехали известные не только в крае, но и во всей стране вокалисты. На концерте побывали и наши корреспонденты. С днем рождения, любимый славянский район и город Славянск на Кубани! Вечером народные гуляния приместили в Северный парк города, где уже очень скоро начнется концерт, который готовит много сюрпризов для славянцев. Еще до начала вечерней праздничной программы в Северном парке стали собираться люди. На торжества в честь дня города и района жители приходили большими компаниями, семьями, с маленькими детьми. Ведь в Славянском районе люди умеют не только на славу потрудиться, но и хорошенько отдохнуть. Тем более, если праздник такой – широкий, яркий, шумный. Поздравляем город Славянск на Кубани, всех жителей и с днем города! Чтобы он был всегда красивым, чтобы новые дома строились. Мне очень нравится! Я совсем недавно живу в Славянске на Кубани, приехала с севера. Знаете, живу здесь год. Замечательный город. Я хочу, чтобы город и дальше развивался, процветал. Такого красивого города я нигде не видела, хотя много где была. Пусть у всех жителей этого города все сложится замечательно в жизни. Город растет и процветает. Самому любимому городу, мой любимый самый город. Дай Бог всех благ, всем людям нашим и дай Бог процветания город. Хочу пожелать всего самого наилучшего, всем-всем-всем гостям, сегодняшний праздник и всем жителям этого города. Это самый наш дорогой и любимый город. Все, что я хочу пожелать – это всего наилучшего, всем-всем-всем побольше квартир для молодоженов. Праздник, посвященный 90-летию со дня образования Славянского района, официально открыл глава Роман Сенеговский, который зачитал приветственную телеграмму от губернатора Кубани Александра Ткачева, а после поздравил всех жителей с юбилеем района. Желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, успехов, удачи, хорошего настроения. Я хочу сказать, что главное в районе, конечно же, люди. Я хочу сказать вам всем большое спасибо. Благодаря вам наш район сегодня развивается, благоустраиваются наши станицы, хутора и город Славянск на Кубани. Всем удачи, успехов и всего самого-самого доброго. Только вместе мы с вами достигнем высоких результатов и будем лучшими в Краснодарском крае. С праздником, дорогие друзья! Главное достояние района – это, конечно, люди. Трудолюбивые, талантливые, знающие свое дело и искренне любящие свою малую родину. В начале торжества колонны предприятий и учебных заведений района выстроились перед зрительным залом в Северном парке. После выступления славянских коллективов на сцену вышли артисты хора Краснодарского края, победителя телевизионного проекта «Битва хоров». Чёрная вода далеко течёт, унесло весло, да разбило плод. Были ласточки, стали вороны, рано встретились, поздно поняли. Двери новые, не сорвать петель, ни одна беда стереть на постель. Широка река, это долгая, кончер нечем душку не токала. Постучала стоп, боль не званная, вот она любовь, добрая моя. Совсем недавно все мы болели за наших земляков, участников телешоу «Битва хоров». И кубанцы не подвели, одержав убедительную победу. По словам заслуженного артиста Кубани Николая Колченского, после проекта многое изменилось. А тот настрой – идти вперёд и не останавливаться – теперь стал девизом по жизни. Во-первых, много людей, которые узнают, говорят, о, вот вы скоро в Кубани, да, я за вас там голосовал, отправлял смс. Я очень благодарен всем людям этим, наш гор, вообще все наши ребята, тем, кто за нас голосовал. Это просто огромное им спасибо. Мы старались их не подвезти. Участники коллектива признались – во всех уголках края их встречают хорошо. Но такого душевного, радушного приёма, как в Славянском районе, нет нигде. «Поздравляю Славянский район от всех нас, от всего хора Краснодарского края с 90-летием. Это район, как всегда, принимающий нас так гостеприимно». «Если мы идём в Славянский район, но в частности Славянск, честно скажу, вы знаете, это такой радушный приём, помимо того, что зритель очень радушный, и вот нас сегодня буквально покормили домашней кубанской едой, кубанский борщ со сметаной, всё как положено. Было очень приятно, потому что приехали голодные, успехов, процветания, ну и мирного неба над нашими головами». Конечно, победа кубанского хора на телепроекте не могла быть возможной без наставника ребят – Олега Газманова. В самый разгар праздника в Северном парке на сцену вместе с участниками хора Краснодарского края вышел народный артист России Олег Газманов. Выступление известного певца в день 90-летия района – это подарок для гостей и жителей от районной власти. «Добрый вечер!» «Добрый вечер, друзья! Сегодня вместе с группой «Эскадром» мы присоединяемся ко всем добрым словам и поздравлениям. Желаем счастья и удачи, чтобы побольше ясных дней было в нашей жизни. И постараемся сделать так, чтобы у вас было хорошее настроение, если вы нам, конечно, будете помогать. Будете?» Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пока Олег Газманов в буквальном смысле зажигал на сцене, зрители не отставали. И несмотря на довольно прохладную погоду, в Северном парке было жарко от танцев и веселья. Танцуй пока молодой, мама, эскадрон, морячка. Со сцены в этот вечер звучали любимые и знакомые всем песни. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Уже после концерта в интервью нашей съемочной группе Олег Газманов рассказал о своих впечатлениях от пребывания на Славянской земле и поздравил район с юбилеем. ПЕСНЯ «Мне повезло, что сегодня мы встретились с моим любимым детищем, хором из битвы хоров телепроекта телеканала России, хором Краснодарского края. Мы победители. Я как только этих ребят вижу, мне прям хочется жить. У меня как дети уже, знаете. ПЕСНЯ В честь такой замечательной даты, в честь юбилея я хотел бы всем жителям этого места пожелать счастья, удачи, ясных дней, мира на земле. Знаете, такая обстановка вокруг, что хочется просто мирно жить, радоваться жизни каждое мгновение и получать от этого удовольствие». Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова